Депутаты в гости к монополистам. Народные избранники продолжают посещать объекты компании-услугодателей. На этот раз свою работу показали сотрудники Караганды Су. Модернизация водопроводных станций, приобретение нового оборудования и ноу-хау по-карагандински. Это и многое другое сегодня реализуется в рамках инвестиционной программы. Наш корреспондент вместе с депутатами узнавал, что еще делает монополист полезного для народа. Ознакомить депутатов со всеми объектами компании, конечно, в один день не удалось. Зато визитерам показали то, чем по праву сегодня может гордиться Караганды Су. Вот, к примеру, одна из насосных станций на юго-востоке, которая обслуживает несколько близлежащих многоэтажек. Станцию модернизировали в прошлом году. Здесь установлено новейшее оборудование. Теперь объект полностью автоматизирован. Что это меняет, рассказывают специалисты компании-услугодателя. После замены оборудования мы добились трех основных критериев. Это улучшение качества услуг. Раньше вводу жителям подавали с 6 утра до 11 вечера. Второе – это программа энергосбережения. Это оборудование очень энергоемкое. И третье – самое важное – это надежность водоснабжения жителей. В этом году инвестпрограмму планируют завершить. Модернизируют еще 30 насосных станций по всему городу. Народным избранникам демонстрируют пилотный проект. В этом колодце установлен новый редукционный клапан «Дород» израильского производства. Ноу-хау призвано сократить потери воды и автоматически поддерживать давление в сети. Стоимость такого клапана – от 1 до 2 миллионов тенге. Зато экономия колоссальная, говорят услугодатели. За счет снижения потерь воды он окупается за полтора месяца. Сейчас в Караганде их 8. В этом году появится еще 10 таких клапанов. А это водоотвод на окраине города. Сюда стекаются все канализационные воды шахтерской столицы. Станция аэрации впервые за 33 года увидела модернизацию. В прошлом году здесь выполнен ремонт двух насосных агрегатов и гидроэлеваторов. Очистили иловые карты, а главное, были полностью заменены 4 секции аэротенков общей стоимостью 52 миллиона тенге. Новая система необходима для получения мелкопузырчатой аэрации, которая лучше насыщает воду кислородом. Чем лучше насыщение этой воды кислородом, тем лучше происходит очистка. Здесь сточные воды проходят два этапа очистки – механическую и биологическую. На заключительном этапе очищения получается обычная техническая вода, которая, к слову, больше не используется, а сливается в реку Сокур. Депутаты отметили, что такую воду можно использовать по назначению, к примеру, для орошения земель, а отходы применять в народном хозяйстве. Биологические отходы необходимо использовать и в народном хозяйстве. То есть это для огородничества, то же самое для вариантов сжигания, как низкокалорийное топливо. То есть в этом отношении мы, как депутаты, смотрим, глядим и будем рекомендовать, какие-то для всех, для того, чтобы наше население получало качественные услуги. Народные избранники увиденными новшествами остались довольны. Без нареканий, конечно, не обошлось, но тем не менее, работа, которую последние годы ведет компания «Караганды-Су», достойна положительной оценки. Подытоживать этот аппетитный сезон, то в этом году зима, во-первых, была помягче, во-вторых, те мероприятия, которые мы провели перед зимним периодом подготовки, в плане подготовки к зиме, я считаю, что «Караганды-Су» провело успешно. На 1200 аварий было меньше, чем в прошлом году. Ирина Камышова, Жасгабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.